Всем привет, дорогие друзья! Яйца, а мы продолжаем обжирать заводы и фабрики подписчиков. Сегодня у нас еще один завод, прислал мне Шенно, или Шенно, не знаю, как правильно ударение ставится, но, наверное, не суть, извиняйте. В общем, 150 часов тут у нас наиграно, есть стенное количество модов, например, на фундаменты с дырками и на что-то там еще. Сейчас мы, наверное, их увидим. Значит, что нам пишет автор? Привет, Кофе Оваль! Да, вот я смотрю твой канал, являюсь символическим спонсором. Спасибо большое всем спонсорам, даже символическим. Их, к сожалению, становится все меньше и меньше, но что ж поделать. Поэтому тем, кто оставшего, остался большой-пребольшой респект. Решил остроить фабрику ввиду недостатка онных для обзоров. Спасибо. Начиная с третьего уровня конвейеров, ничего не удалял, осталось все как есть. Шина для производства деталей, для строительства лифта и небольших экспериментов. Все производства, кроме начальной шины, сделаны на дронах. Так, все производства на дронах. Так, это мы запомним для себя. Реализованном склад для всех деталей, необходимых для строительства на дронах. Завод для аккумуляторов 178 единиц в минуту. Обжегся с 780, получается 765. Заходят два конвейера, тратят окно, это ладно, это описание того, что заходит, я думаю, что оно не нужно. Северная нефтянка, там находится топливная электростанция с одной трубы. Два конвейера по 780 пластика, тоже с одной трубы. Так, и производство урановых стержней, 600 урана по альтернативным рецептам. Угольная электростанция была построена, как только открылась возможность, на данный момент ядерка в процессе постройки. В планах доделать ядерку без утилизации, построить могильник на 1000 контейнеров и построить все производства на дронах, на сколько хватит ресурсов карты. Ну что ж, вот такие планы наполеоновские, пойдем посмотрим, что у нас есть в данный момент. Так, ну что ж, вылетаем, вылетаем, и здесь у нас большие-пребольшие дрон-пространство, да хочу себе такой кадр. О, так, а это, соответственно, производство, которое для этих дронов, вот оно, начальная шина, та самая, которая описывалась в описании. Простите эту автологию. Так, это склад. Это склад, который у нас заподлицо в фундамент. В общем, отсюда можно ходить и весело отсюда же, опять же, все забирать. Короче, вот так вот, загнал. Загнал у нас автор вот это вот все, левитирующие кусочки продукции. У нас здесь остались сверху, для того, чтобы можно было олицезреть, что там, собственно, внизу ты хочешь забирать. Такое вот решение. Так, дроны, дроны, куча всяких дронов. Опять же, заподлицо в фундамент. Ага, так, все это дело у нас подключается, подключается, подключается. Так, ну что ж, вот она, дрон-станция. Так, где кишки этой дрон-станции? Ага, все это у нас растет вот на таком вот небольшом кусочке фундаментов. И дальше вот как раз конец шины этой самой. Где у нас вот так вот на разных уровнях подключаются кусочки, которые остались от складов. Так, это у нас промежуточные склады. Значит, часть идет, получается, наверх. Ну да, то есть часть идет для того, чтобы это можно было забрать. А другая часть, получается, уходит дальше на дроны. Так, ладно, проникнем в кость-глубь пространства и времени. Посмотрим, что здесь еще есть. Так, это непосредственно подход всех ресурсов. Один блок контейнеров, один ресурс. Заходят они вот отсюда, где организована еще... Так, я хотел сказать, что это круговая шина. Но нет, это не круговая шина. Это просто такой переход между разными кусками этой шины. Да, то есть у нас вот часть... Часть конвейерных лент пропущена вот таким вот образом. И ступенчиками, ступенчиками спускается вниз. И еще часть ступенчиками спускается перед этим. После предыдущего сейва так непривычно, когда не тормозит. Вообще просто, просто сказка. Так, и оставшаяся часть, получается, разводится здесь как придется. Да, в итоге получается вот такая вот ровная линия. То есть по-разному все это дело подходит. Но в итоге выстраивается в одну большую, ровненькую такую колбаску. Это самая обычная шинка. С производствами по левую и правую сторону от этой шинки. То есть здесь принцип, в принципе, понятен. Я не знаю, те, кто включился вдруг, только в данный момент. То идет вот такая вот шина. От шина отходят штуки. Эти штуки уходят на производство. И дальше все это возвращается, опять же, на шину. Вот по такому принципу все это организовано. Классическая, старая, как мир, история, которая к нам пришла. Еще есть фактория. И очень много факторий людей строили именно по такому же принципу. Здесь идут производство, производство, производство. Сейчас мы пролетим с одной стороны, потом пролетим с другой стороны. Посмотрим на производство, производство, производство. Ой, как хорошо. Так, а не тормозит-то. Так, производство, производство, производство. Это плавилочки. Плавилочки для железа. Так, здесь у нас заходят базовые ресурсы. И базовые ресурсы уходят откуда-то отсюда. Все ровненько по линеечке на шиночках сюда приходят. С другой стороны должна быть и медь, по идее. Ну да, с другой стороны у нас медь. И цовент. И все это в итоге уходит вот сюда. То есть это самое начало этой самой шины. Так, хорошо. С этим все понятно. Значит, это было самое базовое производство в пустыне, которое дальше куда-то должно увозиться этими самыми дронами. Где-то нам надо найти еще ядерку. Ну давайте мы сейчас... Вот там я еще что-то вижу. Давайте потихонечку будем здесь перемещаться и смотреть, что здесь еще можно будет найти. Так, отсюда уже доставляется дронами. Вон как раз дрончик у нас полетел. То есть отсюда у нас увозят дроны. Здесь пока еще используются обычные конвейерные ленты. Здесь у нас тоже обычные конвейерные ленты. И там как раз ядерка у нас таится. Притаилась ядерка. Ядерка еще какая-то большая притаилась, слушай. Так, пойдем на нее посмотрим. Ядерка символически покрашена в зеленый цвет. Так, здесь у нас еще ряды шин. Ряды конвейеров, вернее. Я так понимаю, что эта логистика таким образом сделана чуть ли не по всему острову. Так, и несколько, некоторое количество ресурсов доставляется опять же дронами. Ну что ж, спускаемся к ядерке. Ядерка у нас... А, ядерка сделана по такому принципу. Здесь сразу водичка добывается из конкретно отдельно взятой лужи. Только это... Что-то я забыл. Она разве 300 добывает разогнанное? Не, она добывает разогнанное... А, ну да. 300 кубометров она добывает. Только хотел удивиться, что воды ж, по идее, будет не хватать, но нет. Короче говоря, по одной разогнанной качалке на один реактор здесь используется. Количество слизничков можете посчитать самостоятельно. Всего слизней, по-моему, 400 штук, из которых не помню, какое количество каких. Так что, если вы захотите вдруг собрать совершенно честным образом такую коллекцию, вам придется немножечко побегать. О, такой еще кадр хочу. Уходящий вдаль. Так, ладно. Утилизация, я так понимаю, и хранилище до сих пор не построено, поэтому вот они, куски отработки, которые здесь есть, до сих пор висят на конвейере. Ну что ж, ладно, сейчас мы проследим, пойдем до начала. И посмотрим, что там у нас кроется в начале, вот в том вот саркофаге большом. Я так подозреваю, там некоторые элементы, которые нужны, чтобы это все работало. Да, здесь задолбаешься лететь. Так, и здесь есть прям зеленая палочка. Интересно, это что-то значит? Или это просто... Автор немножко промахнулся, когда строил. Когда красил, вернее. Так, здесь у нас слоями, слоями, слоями. Так, летаем, во-первых, наверх. Вверх, это часть, в которую пролетают дроны с базовыми ресурсами для строительства. Так, и пошла жара. И пошла жара. Производство катерийной проволоки. Это у нас тоже катерийная проволока по альтернативному рецепту. Здесь делается, уходит все это дело далеко-далеко. А здесь делается что-то... Что здесь делается? А здесь делается кремнезем по альтернативке, опять же. Чуть пониже еще один этажик, где из проволоки и этой ерунды делаются статоры. Где-то здесь должны делаться еще регулирующие, как там они, стержни или что-то в этом духе. Так, здесь делаются микросхемы. Так, это у нас этажик ниже получается. И еще этажиком ниже. Так, еще этажиком ниже делаются резонаторы кварцевые. С другой стороны тоже делаются, похоже, кварцевые резонаторы. И плавится железо. Вот здесь рабочая пыхтящая атмосфера. А где-то рядом производится что-то еще. Сейчас мы пойдем посмотрим. Так, у нас кварцуха делаются, провода, укрепленные пластины. И еще провода. Вот такой вот у нас получается цех. Цех под цехом. Под ним находится еще один. Здесь уже непосредственно делаются таблетки. Таблетки из базового урана. С другой стороны, походу, делаются они же. Да, здесь тоже делаются таблетки. Так, это у нас часть, которая отвечает именно за переработку урана. Дальше у нас пошла цепочка, в которую приходят таблетки-резонаторы. И получается на выходе топливный элемент, которых здесь в данный момент нет. Потому что делаются они долго. Но, в принципе, они есть. А, и мы находимся на нижнем уровне, где весело забирается водичка непосредственно с пола. Ну, почему бы и нет. Довольно, кстати, забавное решение. И в итоге на выходе, получается, вот они. Топливный элемент, который пошли питать себе ядерочку нашу. Только с одной стороны их дофига, с другой стороны почему-то поменьше. Ну, ладно, неважно. И куда-то должно уходить потом эти отходы. Но в данный момент они не уходят. Потому что эта часть, видимо, еще не достроена, насколько я понимаю. Так, вот такая ядерочка у нас получается. Пойдем дальше. Здесь левитирует еще некий завод. Это батарейки. Я вижу сверху, а под ними угольники. Это как раз те самые угольники, которые были построены, как только появилась такая возможность. То есть это одна из первых построек, которая была вообще на сейве. На этом. Так, это же эти, сжигатели биомассы. Они до сих пор здесь трудятся. И до сих пор трудятся сжигатели биомассы. Так, и вот пошло-поехало. Промежуточный складик. Водичка. Ка. Откуда, простите, качается водичка? Нет, я, конечно, ничего не хочу сказать. Но это... Ну ладно. Почему бы и нет? На святом духе питаются у нас вместо воды вот эти вот угольники. Но питаются и питаются, ладно. Не будем им мешать. Главное, что все работает. Так, тут с другой стороны такая же история. Да, реально, слушай, на святом духе все работает. Да? Шах и мат, атеисты. Видали, что делается? Не только левитирующий фундамент, но еще и вода превращается. Есть один известный персонаж, который превращал ее в вино. А здесь мы превращаем воздух в воду. Ну, такие вот дела. Практически библейские сюжеты. Так, ладно. С этим вроде как мы разобрались. Это мы посмотрели. Значит, производство ядерки у нас есть. Теперь какие еще элементы на заводе? Ну, я не думаю, что на самом деле за 150 часов здесь что-то как-то еще очень большое есть. Потому что вряд ли это можно было просто успеть построить. Поэтому мы сейчас ускоримся, да полетаем, да посмотрим. Такие еще элементы мы тут не нашли. Так, это просто дорожка. Это просто дорожка. Это дорожки, дорожки, дорожки и добывалки. А, вот это вот как раз с одной трубы, где топливные эти... Топливные штуки где находятся. Здесь у нас еще качалочки и вот как раз эта штука. О которой рассказывал автор. Здесь у нас разбавляется береговая мазута. И эта береговая мазута в итоге уходит на питание вот таких вот топливных штук. Так, сколько их здесь, спросите вы, я вам сейчас скажу. По электричеству у нас получается 200 гигаватт производится, 50 максимум потребляется. Но это с ядеркой, естественно. То есть это не только вот эта штука, сюда включена. И еще и ядерка, которая половина не работает, наверное. Но половина, скорее всего, до сих пор работает. Так, здесь еще идет эта полимерная смола, которая утилизируется за ненадобностью. Ну вот такая вот штучка. Так, эту штучку мы нашли. Значит, отсюда у нас просто сбивается нефть. Сверху находятся дроны, которые пока еще, наверное, ничего не делают и ни к чему не подключены. Так, теперь вон там вьется стайка коршунов над Буратиной. Стайка дятлов. Стайка дятлов вьется над Буратинкой. А что за Буратинка у нас здесь? Так, это довольно большое количество дронов. Одни ждут, пока другие свалят. Производство... А это как раз производство аккумуляторов. Чтоб можно было дрончики эти массированно дальше отправлять. Значит, под ним необходимое для аккумуляторов. Тут у нас алюминька делается. Потом из алюминьки делается дюралька. Здесь кварцуха. Из нее делается... Как они называются-то, Господи? Короче, вот эти мешки с переработанными кварцами. Я забыл, как они называются. Так, и здесь делается еще шетота. О, какой интересный. Второй раз не поймаю. Интересное отражение было только что поймано. Так, вот такая вот у нас производство. А еще ниже, наверное, да, нет ничего, кроме поддерживающих колонок. Между прочим, есть колонны. Так что это даже не левитирующий фундамент, как могло бы показаться, а вполне себе нормальная коробка производства с поддержкой. Так, вот этот вот элемент у нас скрылся от нашего глаза изначально. А это... Это производство пластика. С другой стороны, наверное, резина, я так думаю, да? Да. С одной стороны пластик, с другой стороны резина. Так, с этим разобрались. Эту штуку мы нашли. Так, дятлов нашли, это нашли, шину нашли. Так, вот у нас еще одно схомяченное производство. А это производство, опять же, этого... Как это говно называется? Кремнезем, вот. Кремнезема. Так, потому что я всегда путаю, как оно называется. Так, кремнеземский. Из него тут делается... Так, алюминька. Здесь делается из алюминьки делается дюралька. И дальше все это уходит на шину. Но это, получается, составной компонент общей шины. То есть дальше все это вот таким вот длительным образом уходит туда дальше. Я понял. А вот здесь левитирующий фундамент. Здесь у нас колонны еще не бросли колоннами данное производство. Так, еще кусочек, откуда забирается уран из вот этого водопада. Потому что он там как раз в пещерке живет. И, наверное, я так думаю, что вряд ли здесь что-то еще есть. Если есть, я очень сильно удивлюсь. Но нет, по-моему, ничего здесь больше нет. Ну да. Ну, слушайте, я считаю, что за 150 часов построено здесь мое почтение. Сколько всего. Так что автор по-любому красава. Либо автор точно знает, что делал. И это уже не первый сейф. Либо вот просто красава. Потому что я за 150 часов построил гораздо меньше всего в свое время. Ну что ж. Задать вопрос автору можно в комментариях. Получить от него ответы можно в комментариях, я надеюсь. Если хотите присылать свою фабрику на обзор, то смотрите соответствующее видос. Ссылка на него будет в описании к данному видео. Спасибо за просмотр. Если ты досмотрел до этого момента и видео тебе зашло, не поленись что-нибудь написать и что-нибудь поставить. Это бесплатно и поможет каналу расти дальше. Уведомления о новых видео ты сможешь получить только подписавшись и включив несчастный колокольчик в настройках. Субтитры сделал DimaTorzok